Всем привет, с вами Музарубка. И в этом выпуске вы узнаете самые яркие, интересные новости из мира музыки за последнюю неделю. И перед тем, как начнется это видео, хочу всем порекомендовать подписаться на этот канал, чтобы вы не выпускали интересные истории из мира музыки, а также были в курсе всех новостей и событий. Поэтому подписывайтесь прямо сейчас. Также вы можете стать спонсором нашего канала. Тем самым вы поможете делать нам более качественные и интересные видеоролики. Стать спонсором можно по ссылке, которая будет в описании. В Лондоне, Великобритании состоялась церемония вручения престижной музыкальной премии British Awards. Премия была очень яркая и интересная. Видимо, после ограничений все соскучились по мероприятию. Лучшим сонграйтером, то есть это лучшим автором песен, стал Эд Широ. На этой премии у него было потрясающее выступление. Если честно, это было не просто исполнение композиции, это было целое представление. Лучшим международным артистом стала Пилли Айлш. Самой лучшей международной песней стала песня Оливия Родриго «Good for you». А награду поп-исполнитель забрала Дуа Липа. Но на этой премии был человек, который забрал все главные награды, тем самым он не оставил другим участникам даже шанса на победу. Как вы думаете, кто же этот человек? Этим человеком стала певица Адель. Она забрала три самые главные награды. Эта награда «Артист года», «Песня года» за композицию «Easy on me» и «Альбом года». Она получила эту награду за альбом 30. Вот так вот. Несколько лет она отдыхала, песни не писала, не выпускала, а тут вернулась и просто забрала все самые главные награды. Вы представляете? Напишите, пожалуйста, в комментариях, а кому бы вы дали награду British Music Awards? И вы согласны с тем, что Адель забрала все главные награды или нет? Напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Это Альфа Салье. В предыдущем выпуске я говорила о том, что совсем скоро стартует новый сезон шоу «Маска». И вот в этом сезоне нам с вами обещали секретного члена жюри. И его имя уже раскрыли. В предыдущих сезонах сначала был Гарик Мартиросян, потом кресло секретного члена жюри занял Александр Рева, а вот сейчас этим членом жюри стал Батрудинов. Да, он был в маске, а теперь будет судить. В этот раз в проекте появится 14 новых героев. Там будет Джокер, Дракон, Козирог, Леопард, Лошадь, Малыш, Монстрик, Мухомор, Осьминог, Павлин, Пес, Пончик, Пчела и Анубис. Вы представляете, 14 персонажей! Мне уже, если честно, не терпится посмотреть. Самое интересное, что финал в этот раз будет проходить не на этой сцене, а совершенно в другом зале. Он состоится 1 мая в Кроку Сити Холл. И вы представляете, там будет более 7 тысяч зрителей. Это будет просто, мне кажется, грандиозное масштабное событие. Если честно, я уже хочу посмотреть новый сезон шоу «Маски». А вы? Напишите, пожалуйста, в комментариях, вы будете смотреть это шоу или нет. Если вам нравится это шоу, я могу сделать специальные обзоры и рассказывать о самых лучших номерах, о самых худших, чтобы сэкономить ваше драгоценное время. Если вам это актуально, пожалуйста, напишите об этом тоже в комментариях. Кто из нас с вами не знает певицу Максим? В одно время у нее была очень популярная композиция, которая называется «Отпускаю». Она вышла в 2006 году на альбоме «Трудный возраст». И вот сейчас, в 2022 году, певица Максим решила перепеть эту композицию. Но в этот раз она ее спела не одна, а совместно с рэпером Егором Кридом. В новом варианте Егор Крид вставил от себя рэп, в котором упоминает группу Queen и переиначивает хит «Максим Мой рай» в «Мой ад». Мне очень нравится творчество певицы Максим, но вот эта вот версия мне вообще не понравилась. Мне не понравился совершенно рэп Егора Кридом, какой-то однотипный, однобокий. Это просто, по моему мнению, просто переделка предыдущих песен Максим. Но, возможно, я не права, и это здоровская и современная коллаборация. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а вам понравилась их новая композиция или нет. А вот в Америке шоу-бизнес настолько разогрет, что если ты что-то не то скажешь, на тебя сразу же нападают другие звезды. Что и произошло с Билли Айлиш. Канни Уэст ополчился на Билли Айлиш. И все это произошло из-за следующего случая. Билли Айлиш остановила выступление в Атланте, когда у одного из зрителей возникли проблемы с дыханием. В обморок грохнусь, мы все тут. Как я могу помочь? Она попросила команду, чтобы они купили этому человеку ингалятор. После случившегося, певица прокомментировала ситуацию, сказав «Я жду, пока люди поправятся, прежде чем продолжать». И многие это восприняли как отсылку к трагедии, которая совсем недавно произошла на концерте у Трэвиса Скотта. Хочу вам напомнить, что там шел концерт, он выступал, и началась давка. Очень много погибло, в основном это были подростки, молодые люди и даже дети. Но Трэвис Скотт не остановил свое выступление, не обратил на это внимание и продолжил петь. А вот Билли Айлиш остановила выступление, помогла фанату и только потом продолжила свое выступление. И вот из-за этого случая Канни Уэст потребовал, чтобы певица Билли Айлиш публично извинилась перед Трэвисом Скоттом. И он даже ей выдвинул ультиматум. Он сказал, если она этого не сделает, то он не будет выступать на фестивале Куачелла. Это очень огромный музыкальный фестиваль, который проходит каждый год, и там Канни Уэст и Билли Айлиш объявлены хэтлайнерами. Как вы думаете, певица Билли Айлиш извинилась? Она не извинилась, но написала следующий комментарий в интернете. Я не сказала буквально ни единого слова о Трэвисе, я просто помогала фанату. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь ко всей этой ситуации. Еще одна новость, которую я очень хочу с вами поделиться. Совсем скоро, а именно в мае, состоится Евровидение, которое пройдет в Италии. Конечно же, сейчас все обсуждают, кто поедет, когда поедет, что будет петь. И вот в Украине прошел уже отборочный тур, и там выбрали того, кто все-таки будет представлять Украину на этом песенном конкурсе. Вот кто поедет от Украины. Мне очень понравилась композиция. Я считаю, у Украины в этот раз есть все шансы хорошо заявить о себе. Песня очень здоровская, я думаю, европейцам она понравится. Но вот от России, как всегда, ни слуху, ни духу я вообще не понимаю. Некоторые страны заблаговременно начинают готовиться к Евровидению. Они выбирают артиста, выбирают песню, готовятся. А вот от России все, как всегда, мы решаем в последний момент. Кто-нибудь может мне объяснить, с чем это связано? Мы что надеемся на русский авось, или у нас никого нету в стране, кто бы мог спеть и выступить достойно на Евровидении? Ну слушайте, это же какое-то безобразие. За два месяца до Евровидения объявлять, кто поедет, тем более с какой песней. За такой короткий срок нужно и номер подготовить, и выбрать исполнителя, и песни написать. Мне кажется, это какое-то безобразие. Все-таки нужно к таким вещам, как Евровидение. Все-таки это серьезный песенный конкурс. Готовится, ну хотя бы за полгода. Как вы думаете, кто же все-таки поедет от России, и кто достоин представить нашу страну на этом песенном конкурсе? А теперь, мои дорогие зрители, вас ждет сюрприз. Сюрприз вас ждет от канала CCTV, Китая и Димаша. Что в рамках записи Global Chinese Music Charts, которая проходила 17 ноября 2021 года, Димаш исполнил не только композицию The Crown, также прозвучал впервые саундтрек китайскому сериалу Perfect Partner, что переводится как прекрасный партнер. Там он спел свой саундтрек, который называется Only You, Только Ты. Я вам хочу сказать, что это было первое исполнение этой композиции на сцене. До этого Димаш ее пел только в студии. Это было невероятное выступление. И вы представляете, китайцы отметили, что у Димаша идеальное китайское произношение. Слушайте, я на самом деле в шоке. Он знает и свой родной язык, и даже русский, английский, а теперь еще и китайский. Но то у него столько способностей, и петь умеет, хорошо танцевать. Теперь еще и столько языков знает. Ну это просто талантливый человек с большой буквы. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы бы хотели побывать на его концерте? А возможно, меня смотрят те, кто посетят этот концерт. Напишите скорее в комментариях, будет очень интересно узнать. Еще одна новость для любителей кей-поп групп, а именно группы BTS. 11 февраля был официально выпущен долгожданный саундтрек. Эта композиция называется Stay Alive. Ее исполнил вокалист группы BTS Чонгук, а спродюсировал эту песню рэпер Шуга. Вы не представляете, песня только вышла. Она просто горячая, как пирожок. И она уже сразу же возглавила практически все главные музыкальные чарты. Например, как чарт iTunes. Это еще раз доказывает, что группа BTS просто лидирует и рвет в музыкальной индустрии. Композиция мне очень понравилась. Она очень современная. И, конечно же, здесь очень красивый вокал. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а вам понравилась новая композиция от участника группы BTS. Вот такие были самые яркие, интересные новости из мира музыки за последнюю неделю. Не забывайте делиться в комментариях вашими впечатлениями, вашими мыслями. Также обязательно ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на этот канал. И до скорой встречи!